Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги Мишней Тора Арамбама «Законы о чертах характера». И сегодня начнем с пункта 6.14. Следует остерегаться, обижать сирот и вдов, так как они безответны и унижены, даже если они состоятельные люди. Даже относительно вдовы царя и сирот царя действует этот запрет. Сказано, что приводится в Михильте спор раби Ишмаэля. И он считает, что стих «никакую вдову, никакого сироту не обижайте» подразумевает всех видов и сирот, равно как остальных людей, Тора говорит о вдовах и сиротах, потому что они чаще становятся жертвами других людей. Раби Акива полагает, что речь идет только о тех вдовах и сиротах, что обездолены уже самим фактом своего вдовства и сиротства. Нетрудно заметить, что Рамбам разделяет мнение раби Акивы. Итак, даже относительно вдовы царя и сирот царя действует этот запрет. Как сказано, никакую вдову, никакого сироту не обижайте. 6.15. Как вести себя с ними? Говорить с ними только мягко, обращаться с ними только почтительно. Нельзя уязвлять их тело работой, сердце словами. Об имуществе их заботится больше, чем о своем собственном. Да. Конечно, хорошо таким образом общаться со всеми людьми. Это, думаю, будет очень полезно для всех. 6.16. Каждый, кто унижает или гневит, или причиняет им душевную боль, или порабощает их, или вводит в убыток, нарушает запрещающую заповедь, тем более тот, кто их бьет или проклинает. И хотя за нарушение этого запрета не положено телесного наказания, наказание согрешившего описано в Торе. «И разгневаюсь я, и погибнете вы от меча», сказано в главе Шмот. В пояснении говорится, что полностью приводимый отрывок звучит так. «Никакую вдову, никакого сироту не обижайте. А если будете их обижать, и они вскричат ко мне, то услышу я их, и разгневаюсь я. И погибнете вы от меча, и станут жены вашими вдовами, и дети сиротами. Иными словами, обидевший сироту или вдову будет наказан не судом, а небом». «Союз заключил с ними тот, по чьему слову стал существовать мир. И в любой момент, когда они взывают в обиде своей, получают они ответ, как сказано, и если воззовет он ко мне, услышу я зов его». Так, то есть, просьбы таких людей Всевышний слышит особенно много. 6.17. «Так обстоит дело, когда их обижают в корыстных целях. Но если их принуждает наставник, чтобы научить Торе или Ремеслу, или наставить на верный путь, то это разрешено». Была история одна, про одного Ребе, что у него была в прислуге девочка-сирота. И жена Ребе, Ребецин, была строго с ней. И там произошло что-то такое, что она разбила какую-то дорогую очень вазу, и дело дошло как-то до суда. И когда в суд пригласили эту женщину-Ребецин и эту девочку, которая у них работала, сироту, то Ребе пришел в суд. И когда шло разбирательство, то он стал на стороне этой сироты. И оправдывал ее. И когда суд закончился, жена неодобрительно обратилась к Ребе и сказала, «Почему? Что это ты вообще творишь? Что ты делаешь? Почему ты меня не поддерживаешь?» Он сказал, «Ну, за тебя-то я не беспокоюсь, ты не пропадешь. А вот кто же за бедную сиротку заступится, кроме как если я это не сделаю?» Так вот, 6.17. Так обстоит дело, когда их обижают в корыстных целях, но если их принуждает наставник, чтобы научить Торе или ремеслу, или наставить на верный путь, то это разрешено. Еще одна история вспоминается тоже была с другим ученым Тором, что тоже была девочка в доме, сиротка, которую воспитывали они или помогали, поддерживали ее. Ее причесывали, и она оплакала, потому что ей было больно. И рабе, рабин, хозяин дома, проходил мимо и не отреагировал на это. И потом, по-моему, было так, что когда он уже был, спустя 120 лет на небесах, к нему обратились с вопросом, почему он не отреагировал в тот момент, когда ребенку его делали больно, что он должен был заступиться за нее, что-то сделать, поддержать ее. Как все это важно, и то, что мы видим, и наши реакции на это. Все учитывается. Дай Бог, чтобы мы были мудрыми и реагировали правильно во всех ситуациях. И все же следует вести себя с ними не так, как со всеми остальными, а особенным образом руководить ими осторожно, с большим милосердием и уважением, как сказано. Потому что Господь воюет на их стороне. Сказано это в Мишле. Пояснение говорится, что только в печатных изданиях, скорее всего, по ошибке переписчика. Здесь цитаты не только доказывают утверждение, сколько украшают текст. Приведем этот стих полностью. «Не град нищего, не притесняя бедняка, ибо Господь воюет на их стороне». Так вот, это относится как к сироте по отцу, так как сироте по матери. И до каких пор называются сиротами в этом отношении, пока не перестанут нуждаться во взрослом человеке для поддержки, в обучении и уходе за собой, и начинают обслуживать себя сами во всех своих нуждах, как все взрослые люди. Здесь еще поясняется, точно так же женщина называется вдовой, пока не выйдет вторично замуж. На этом заканчивается шестая глава замечательной и благословенной недели. Скоро заканчивается? У бедняienda Bueno, и всё что,